ДОЛЕРАНС Рассказывают, как найти жилье на 30-40% дешевле рыночной цены. Наверное, один из самых больших кризисов, который заставляет застройщиков искать выход из этой ситуации. Они вынуждены давать эти скидки, скажем так, из-под полы. То есть, кому они рассказывают об этом? Конечно же, нам, как агентствам недвижимости, профессионалам. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете, как на самом деле покупают недвижимость во время кризиса знающие люди. Не забудьте подписаться на каналы о жизни, недвижимости и переезде в Турцию. В 1924 году турецкий рынок недвижимости похож на Самнамбулу. Все части тела на месте, жизнь есть, но кровоток замедлен и особых движений не наблюдается. Объекты, которые девелоперы начинали строить год или два назад, остались без массового спроса. Когда спроса нет, а стройматериалы дорожают, зарплаты рабочих растут, налоги повышаются, строительные фирмы едва выживают. Чтобы удержаться на плаву, но сохранить репутацию, они вынуждены хитрить. Опытные специалисты этого ждали. Сейчас, после ажиотажного спроса в 1922 году и определенного затишча в 1923, многие турецкие застройщики и продавцы оказались в патовой ситуации. Они вынуждены продолжать строительство, а такого спроса, который был раньше, сейчас просто нет. Нет по двум причинам, даже по трём. Потому что, во-первых, государство усложнило законы для получения вида нажительства для иностранцев. И многие иностранцы стали рассматривать другие страны для покупки недвижимости, не Турцию. Потому что здесь стало тяжело получить вид нажительства. Самая главная причина турки, которые всегда любили и любят покупать недвижимость, они сейчас покупают её очень мало. Потому что из-за экономической ситуации банки дают очень большие проценты по вкладам. И все турки, у которых есть сбережения или деньги, предпочитают отнести их в банк, положить под большие проценты и наслаждаться жизнью. Также были изменены законы по краткосрочной аренды. Таким образом, многие инвесторы, которые покупали недвижимость в плане краткосрочной аренды, теперь отказались также от этих инвестирований. В общем, сложилась уникальная ситуация, которую я не видел за 7-20 лет работы в сфере недвижимости в Турции. Наверное, один из самых больших кризисов, который заставляет застройщиков искать выход из этой ситуации. Они не могут дать открытые предложения о больших скидках, потому что они выставляли свои проекты по определенным ценам. Люди их покупали, у них есть уже покупатели. То есть они вынуждены давать эти скидки, скажем так, из-под полы. То есть кому они рассказывают об этом? Конечно же нам, как агентствам недвижимости, профессионалам. То есть мы точно знаем, какой застройщик готов дать скидку в данный момент времени на свой объект. Многие приходят к нам и говорят, окей, если клиент заинтересовался, я готов с ним разговаривать. Раньше этого вообще не было. Они просто не разговаривали с людьми. Сейчас они готовы давать скидки и по нашим последним кейсам мы можем добиться скидки от прайсовой цены до 30-40%. Иногда это действительно очень уникальное время, в которое многие грамотные инвесторы либо покупатели могут найти ту недвижимость, которая им нужна и купить по правильной цене. То есть я правильно понимаю, что не все те цены, которые указаны на сайте, всегда окончательные цены. Всегда можно от этих цен просить основательную скидку, но опять же, не каждый застройщик даст такую. Нельзя сказать, что от всех цен можно просить, потому что на разных сайтах у нас на сайте есть разные типы недвижимости. Есть владельцы, которым, допустим, у которых нет острой необходимости к продаже, и они дадут какую-то небольшую скидку. Но есть пул объектов, которые застройщик приносит к нам и говорит, я готов дать скидку, но я не хочу, чтобы это было в открытом доступе. Почему? Ну понятно. Не совсем понятно. Во-первых, потому что он не хочет афишировать большие скидки, он планирует продать 1-2-3 квартиры и, возможно, вернуться к старым ценам. Поэтому, если сейчас афишируют новые цены, продать по более высоким ценам ему будет просто тяжело. А почему ему может быть достаточно продать всего 2-3 квартиры? У него есть определенные деньги, но в какой-то момент времени он попал, скажем так, в сложную финансовую ситуацию. Касовый разрыв. Ему достаточно продать 2-3, ну, 4 квартиры, одну иногда, да, чтобы закрыть какие-то определенные вещи. И он, конечно, не готов снижать цены на весь проект, но он готов дать профессиональным агентствам специальную цену, сказать, ребята, когда у вас есть клиент, я могу сделать вот такую цену. И мы в последнее время предлагаем вот такие именно объекты для своих клиентов, покупателей или инвесторов. Когда вы поступаете таким образом, когда вы добиваетесь скидок для своих клиентов, вы не публикуете новую цену на своем сайте, правильно? Безусловно. Тем не менее, у вас есть пул таких специальных предложений, с которыми вы готовы ознакомить ваших клиентов? Безусловно, потому что, еще раз, по требованию застройщика и продавца, он не хочет, чтобы это публиковалось в открытом доступе. Мы знаем, какие объекты, какие застройщики готовы пойти на это. И когда клиенты обращаются к нам, наши специалисты говорят, что вот в этом объекте может быть специальная скидка. Или показываем вот эти объекты, человек уже конкретно выбирает, и мы договариваемся о последней цене. Хорошо, но исходя из того, что сейчас на рынке недвижимости в Турции кризис, и с ним столкнулись не только застройщики, но и владельцы уже готового жилья. Скажите, пожалуйста, а могут ли такие специальные предложения касаться объектов вторичной недвижимости? Вы знаете, могут. Конечно, во вторичной недвижимости таких предложений много, потому что, если вы владелец вторичного объекта, и у вас все в порядке, все хорошо, вы предпочтете переждать эти сложные времена, чтобы опять продать свой объект по правильной цене. Но если, допустим, вы владелец вторичной недвижимости, у вас еще какой-то есть бизнес, который также из-за кризиса попал в сложную ситуацию, или вам нужно решить какие-то другие вопросы, то вы тогда, конечно, готовы дать скидку в соответствии с ситуацией на рынке, и такие варианты люди также приносят нам. На прошлой неделе у меня был клиент. Они пришли к нам и сказали, мы хотим купить с вашей помощью еще одну квартиру, потому что мы хотим инвестировать сюда больше. Сейчас хорошее время для покупки. И мы нашли для них несколько предложений, которых нет в нашем открытом списке. Это особо выгодные предложения. Такие предложения не задерживаются на рынке, их очень быстро выкупают. Могу сказать, что мы нашли для них квартиру с тремя спальнями. Это хороший объект и для сдачи в аренду. И вчера покупатели счастливые, пришли в свой новый дом, и на следующей неделе они улетят в свою страну. Они были очень довольны и с радостью отпраздновали с нами свою покупку. Семья из двух человек, муж и жена. Они в прошлом году вышли на пенсию, но на тот момент, когда они к нам обратились, цены были высокие, а бюджет у них был небольшой. И тогда они просто ушли в аренду, но попросили их информировать, когда появится такой недорогой, хороший, подходящий объект. Сейчас такие предложения есть. Ту квартиру, которую они купили, это 2 плюс 1. А у застройщика она стоила 140 тысяч. Но для них мы смогли договориться за 91 тысячу. Эти клиенты сэкономили 35%, остались довольны нашими услугами. Но сейчас есть интересные варианты, время такое. Сейчас на рынке спад, и действительно многие искушенные инвесторы или покупатели знают об этом. И, как вы знаете, любой кризис – это правильное время для умного инвестора совершить какое-то вложение. И купить то, что нельзя было раньше купить в Турции по вот этим ценам. Поэтому, действительно, в это время мы рекомендуем людям, если у них есть такая необходимость, обращаться именно к профессионалам, которые знают конкретно те объекты, либо тех застройщиков, собственников, которые готовы дать эту скидку, чтобы купить по правильной цене и наслаждаться жизнью, может быть, всей семьей. Или в будущем этот объект, соответственно, перепродать, когда рынок пойдет вверх. За все время существования нашего агентства «Толеранс», а мы на рынке уже более 20 лет, мы не раз видели такие кризисы. Сейчас продавцы готовы идти на хорошие скидки. Да сам Бог велел сейчас делать скидки. Да, интересное время наступило на турецком рынке недвижимости. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, через чат на сайте, а также звоните по номеру телефона на вашем экране. Какие еще сейчас особенности и какие возможности есть у серьезно настроенных инвесторов, мы рассказали в другом видео по этой ссылке на экране. Там мы говорим о получении второго гражданства по старым правилам. Посмотрите и, если интересно, подпишитесь на наш канал о жизни, недвижимости и переезде в Турцию. Продолжение следует...